Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программы «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 7 марта все православные христиане чтили память преподобно-мученика Филарета Срезневского. Как известно, ничто не может так одушевлять, как наглядный пример. И ни от кого нельзя так легко и радостно научиться жить по-христиански, как от того, кто сам искренне жил по вере, исполняя заповеди Божьи. Именно таким человеком был и святой Филарет Срезневский. Отец Филарет в миру Иван Трофимович Пряхин родился в 1884 году в Пронске, благочестивой крестьянской семье. С малых лет он постиг церковную грамоту. От детских забав Иоанн уклонялся, возлюбив подвиги поста и молитвы. Уже в отроческие годы он прекрасно знал священное писание. Взрослее он еще больше укрепился в духовном делании, и Господь дал ему истинные духовные богатства, которыми он всю свою жизнь щедро делился с людьми. В 17 лет он поступил в Пронский Спасо-Преображенский монастырь. В 1913 году он был пострижен в монашество с именем Филарет в честь Филарета Милостивого. Особую любовь он питал к образу Божьей Матери Споручницы Грешных, который чудесным образом был обретен монастырем в начале XX столетия и почитался как чудотворный. По его просьбе один художник сделал список с этой иконы, и по благословению настоятеля монастыря он ходил с ней по окрестным деревням и селам, где святыня являла множество чудес. В 1919 году монастырь в Пронский был закрыт, и преподобный мученик в это время находился в городе Спаски, и вернуться с этой иконы ему уже было некуда. И тогда он принял решение обосноваться в селе Срезнево, в небольшом Казанском храме, где под его руководством впоследствии собрался целый монастырь. До 150 человек там проживало одновременно, совершались монашеские постриги, совершались таинства исповеди и причастия, и, конечно же, со всей округи тянулись туда люди. Властям это было неугодно, он неоднократно был подвергнут аресту. В праздник Святой Троицы в 1931 году отца Филарета арестовали. По одному с ним делу были арестованы еще 38 монашествующих эмирян. Батюшку обвинили в контрреволюционной деятельности, создании монархической группировки истинных христиан и организации нелегального монастыря. Его приговорили к пяти годам лагерей. По возвращении он снова приехал в Срезнево, но ненадолго. Батюшка был вынужден переехать в Тверь. В 1939 году его арестовали вновь и предъявили обвинение по той же статье, сослав на три года в Сиблах. При жестокости, грубости, голоде, крайней степени истощения и каторжном труде редко кто там выживал, и отец Филарет, не выдержав испытаний, скончался 7 марта 1942 года. В Иоанна Богословском храме Спасо-Преображенского монастыря находится икона Божьей Матери «Нечаянная радость». История первообраза удивительна и поучительна. Удивительно и то, что его список, который хранится сейчас в обители, являясь окном в духовный мир, замироточил. Это чудо было явным, и свидетели тому многочисленные верующие. По неведомому людям Божьему промыслу именно этот образ Богородицы был избран явить дивное чудо – икона ожила. Святой образ Божьей Матери «Нечаянная радость» был передан в Рязанский Спасо-Преображенский монастырь в дар жителям Москвы Георгием, который приобрел эту икону, спасая от нечестивого поругания. Впоследствии образ хранился у Георгия дома, а отношение к нему было обыденным – молитв перед святыней не совершалось. Однажды с Георгием по роду своей действенности спортсменом случилось несчастье. И лишь после его искренних молитв к Матери Божьей перед этой иконой он получил нечаянную ему же радость. Он стал к Богородице обращаться, молиться, как умел. А до этого просто в храм заходил, ну, таким захожанином, свечки поставил, ушел. И все. А здесь молился всем сердцем, просил помощь, и через полгода поднялся, встал на ноги. Глубокая вера человек. Он. Он еще много молится. Сейчас мало в ком, в ком есть дух. На самом деле. Молится в церкви. Ну, знаете, шепчет что-то. А вот он молится. Спустя время Георгий привез икону на реставрацию в Рязань, игумену Ефимию, ныне исполняющему обязанности настоятеля Спасопреображенского монастыря. На образе леки Богородицы и Спасителя были буквально изрезаны и исколоты после его пребывания у прежних хозяев. Георгий решил вернуть иконе былое состояние. После реставрации он забрал обновленный образ обратно. В этом году на Рождество Христово икона замироточила. Об этом узнали многие верующие. Образ был установлен в одном из московских храмов, где к нему с молитвами прикладывались люди. Чтобы краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий решил покрыть икону лаком. К сожалению, это привело к тому, что святому изображению снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась в Рязани. Когда она обновилась вновь, для нее вырезали киот и решили поставить образ в Иоанна-Богословском храме Спасо-Преображенского мужского монастыря в Рязани, где произошло еще одно чудо. Один мальчик, у него были проблемы с глазами, несколько раз приходил к иконе, молился, просил и почувствовал значительное облегчение. А я, когда впервые взяла эту икону, когда она еще на реставрации была, взяла в руки, и благодать очень сильно коснулась. То есть почувствовала слабость буквально во всем теле, на ногах не могла стоять, села на стол, не могла икону из рук выпустить, и полтора часа просто плакала. От умиления слезы сами лились. То есть было ощущение, как будто Богородица просто руку на сердце положила. У каждого верующего дома обязательно есть икона Матери Божией, перед которой утром и вечером совершаются молебные прошения. Кто-то просит избавить от злобы, просит помочь в работе, а кто-то просит об исцелении души от страстей. Так в предании об иконе Божьей Матери нечаянная радость говорится об исцелении юноши от терзавшего его греха. Он молился по привычке перед образом Богородицы и вдруг увидел, что язвы Спасителя раскрылись и кровоточат. В страхе он обратился к Матери Божией, спрашивая, почему это происходит, на что предчистая ответила, что он и прочие грешники грехами своими вновь распинают ее сына. Только тогда раскрылась перед юношей бездна его грехопадения. Долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. Наконец, была дана ему нечаянная им уже радость, прощение и оставление грехов. Многие задаются вопросом, как относиться к такому явлению, как мироточение. Считается, что это проявление особой милости Божией, это чудо, истекающее из иконы или мощей мира, может быть знаком особой милости и благодати Божией, может быть призывом к покаянию и знаком, предупреждающим о грядущих испытаниях. В полном церковнославянском словаре Дьяченко сказано, что эпитет «мироточивый» означает источающий чудотворное мира во исцелении болезней. Однако мироточение само по себе не является показателем святости. Церковь призывает с осторожностью и рассуждением относиться к известиям о чудесах и мироточениях. Чувство благоговения перед чудом не должно превращаться в нездоровый ажиотаж, погоню за чудесами. В церковной традиции сложилось трезвое на фоне современной действительности, можно сказать, спокойное отношение к чудесам, которые должны восприниматься как естественное явление, проявление благодати и любви Божией к человеку. Великим постом по пятницам в 8 часов утра в Покровско-Татьянинском храме на территории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, что располагается на улице Свободы 46, заведующим кафедрой теологии игуменом Луко Степановым для студентов и всех желающих будет совершаться божественная литургия прежде священных даров. После богослужения можно будет глубже узнать содержание и особенности Великопостного устава. Для христиан Великий пост это время, когда необходимо как можно больше сил уделять духовному самосовершенствованию. Это время покаяния, деятельного исправления жизни. Именно поэтому в преддверии поста верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту, не будучи обремененными взаимными обидами. В воскресный день накануне первой недели Великого поста во всех православных храмах совершался особый чин – прощения. По церковному уставу Великий пост предваряют так называемые подготовительные недели. В эти воскресные дни вспоминаются назидательные евангельские примеры истинного раскаяния, страшный суд и изгнание Адама из рая. Тем самым церковь настраивает христиан на покаянный лад, укрепляет их перед началом пути Великого поста. Ведь это прежде всего время духовной работы и самосовершенствования. Время не просто покаяния, а деятельного раскаяния и изменения своей жизни. Именно к этому должны стремиться все верующие во Христа. Неразумно сводить 40 святых великих дней к одному лишь воздержанию в пище. Эти дни нужно проводить действительно как особые святые великие дни. Наполнять их чтением Слова Божия, наполнять их добрыми делами, конечно, молитвой, конечно, воздержанием. Последний день перед Великим постом в народе называют прощенным воскресением. А для церкви это день, когда вспоминается Адамова изгнания из рая. Вечером во время совершения вечерни священники переоблачаются в великопостные одежды, песнопения исполняются уже постовым напевом, а храмы приобретают особенно аскетичный вид. Все это настраивает верующих на покаянный лад, свойственный Великому посту. Постараемся же, дорогие братья и сестры, чтобы это время духовной весны не прошло мимо нас, чтобы оно не превратилось в всего лишь вынужденную постную диету, когда мы, скрепя сердце, вынуждены, мечтая о полноценной пище, проводить свое время в воздержании от того, что мы любим и к чему привязано наше сердце. Дай Бог всем нам провести это время в молитве, в покаянии и воздержании. С древности в церкви существуют благочестивые обычаи в последний день перед Великим постом совершать чин прощения. Истоки этой традиции, по всей видимости, относятся к временам древних египетских монахов, которые на время поста в одиночестве уходили в пустыню. И так как многие из них могли не вернуться, братья накануне поста просили друг у друга прощения за все вольные и невольные обиды. Этот обычай впоследствии стал общецерковной традицией. «Приимись же, Владыка, коленное поклонение и пост рабов Твоих, подая и благословение духовное, и всем нам, о Христе Иисусе Господе нашим, с Ним же благословен и си, с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и приясная во веки веков». Аминь. Церковь называет это воскресение прощенным, поскольку призывает нас просить друг у друга прощения, чтобы без злобы, без осуждения, в чистоте и в простоте сердца проходить поприще Великого Поста. Действительно, если наше сердце будет исполнено злобой, завистью, негодованием, обидой, вряд ли это время станет для нас радостным, спасительным и очистительным. Поэтому постараемся примириться друг с другом». В прощенное воскресенье в православных храмах после совершения вечерния сначала настоятель, а затем и все прихожане просят друг у друга прощения. При этом выносятся на престольный крест иконы Спасителя и Богородицы, и все присутствующие в храме прикладываются к ним. В Рязанском кафедральном соборе чин прощения возглавил его настоятель, митрополит Рязанский и Михайловский. «Хотел бы попросить прощения у всех вас, дорогие отцы, братья и сестры. Я еще недолгое время, всего лишь несколько месяцев нахожусь на Рязанской кафедре, но каждый человек согрешает. Не случайно латинская поговорка говорит «человеку свойственно ошибаться», а ошибки – это и есть тот же самый грех. «Поэтому хотел бы попросить прощения у всех тех, кого обидел, оскорбил или чем-то соблазнил. Простите меня грешного, велико согрешивших делом, зло повышения всеми моими чувствами. Бог своей благодати и человеколюбия допростит и побилует всех нас». Порой бывает очень трудно простить обиду или превозмочь неприязнь. Еще труднее бывает самому попросить прощения. Но лишь так человек способен исполнить главную заповедь – любви к ближнему. И именно для этого установлен пост. Именно об этом говорят церковные песнопения. Именно к этому церковь призывает людей. И для тех, кто последует этому призыву, Великий пост действительно станет весной покаяния. Мы продолжаем рубрику «Первые шаги». Сегодня мы поговорим об устройстве алтаря православного храма. Алтарь – главнейшая часть храма, которая символизирует собой небо, жилище самого Господа. Алтарь, где совершается таинство Евхаристии, как бы повторяет собой ту прибранную сионскую горницу, где состоялась тайная вечеря Господа нашего Иисуса Христа и Его учеников. И сегодня он содержится в особенной чистоте, устилается коврами и благоукрашается. Святость алтаря настолько велика, что в древности вход сюда был запрещен всем мирянам, не только женщинам, как сейчас, но и мужчинам. Если в храме несколько алтарей, то каждый из них освящается в память особого праздника или святого. В этом случае все алтари, кроме главного, называются пределами. Главнейшие предметы в алтаре – святой престол, жертвенник и горнее место. Святой престол Святым престолом называется стол, находящийся в середине алтаря против царских врат. Называется он престолом потому, что на нем, как на троне, таинственно присутствует сам Господь, владыка церкви. Большей частью престол делается из дерева, но иногда бывает мраморным. В престоле, в особом ковчежце, полагается частица святых мощей в память обычая совершать евхаристию на гробах мучеников. Святой престол покрывается двумя одеждами. Нижняя, льняная, называемая Катасаркием, напоминает погребальные пелены Иисуса Христа. И верхняя, парчевая, называемая Индитионом, напоминает торжественные одеяния Господа, как Царя Славы. Так как верхней царственной одеждой престол покрывается поверх нижней, напоминающей о страшной смерти Спасителя, то это символизирует то, что слава Иисуса Христа основана на Его страданиях, уничижении и смерти на кресте, на Его спасительной жертве за людей. Здание, предназначенное для молитвы, но не имеющее престола, не может называться храмом. На престоле находятся следующие священные предметы. Антиминс Антиминс разворачивается только в определенный момент во время литургии, а затем опять заворачивается особым образом в элитон. Такой порядок действий сохранился еще со времен гонения на христиан, когда для предохранения святыни от поругания было принято не устраивать престолов. Вообще же антиминс и элитон символизируют погребальные пелены Иисуса Христа. По центру антиминса, ближе к верхнему краю, в мешочке зашиты святые мощи. Поверх сложенного антиминса на престоле лежит святое Евангелие. На престольное Евангелие На престольное Евангелие, которое символизирует Сына Божьего Иисуса Христа, ибо в словах Евангелия присутствует своей благодатью Сам Господь Бог. Евангелие кладется на престол поверх антиминса, чтобы его могли видеть все. На литургии и некоторых службах его выносят из алтаря для чтения и поклонения. С древних времен на престольное Евангелие принято украшать драгоценными, золотыми или серебряными окладами. Обычно на окладе по углам изображают четырех евангелистов. В центре чаще всего изображают воскресение Христова, распятие Христова или образ Христа Вседержителя на троне. На обратной стороне Евангелия обычно изображается крест, хотя может быть и образ Троицы или Богоматери. На престольный крест На престольный крест, которым благословляются верующие, освящается вода во время праздника Богоявления и на молебнах. Дар охранительница Дар охранительница Предназначены для хранения святых даров, частиц тела Христова, пропитанных его кровью под видом хлеба и вина. Обычная форма дара хранительницы – маленький храм или часовня, в котором хранятся запасные дары для причащения на дому тяжелобольных или умирающих. Перед дар охранительницей обычно зажигается лампада. Дароносица Дароносица – небольшой сосуд в виде часовенки с дверцей и крестом наверху. Внутри дароносицы есть ящичек, приспособленный для хранения частиц святых даров, маленькая чаша, ложечка, иногда сосуд для вина. В дароносицах священники на груди переносят святые дары для причащения больных на дому. Как правило, дароносицы помещаются в специально сшитые для них мешочки. Жертвенник Жертвенником называется второй стол в верхней части алтаря, на котором приготовляется вещество для святой Евхаристии. На жертвеннике обязательно укрепляется крест с распятием и ставится лампада. Возле жертвенника обычно размещают столик для просфор и записок, поданных верующими о здравии и упокоении. Горнее место Горним местом называется пространство между престолом и восточной стеной алтаря. Во время архиерейской службы здесь стоит кресло, на котором может сидеть только епископ. На стульях или скамьях, стоящих рядом с креслом архиерея, в некоторые моменты службы сидят служащие священники. Архиерей символизирует самого Господа, священники – апостолов, а стоящие рядом дьяконы в блестящих одеждах – ангелов. Над горним местом всегда находится запрестольная икона. Запрестольная икона Запрестольная икона, как явствует из названия, находится на стене за престолом. Обычно на ней изображается Иисус Христос, Святая Троица или Божия Матерь. Кроме того, за престолом, прямо перед горним местом, в православных храмах помещается еще и семисвечник. Это особый светильник из семи ветвей, на которых укреплены семь лампад. Число ветвей семисвечника соответствует семи таинствам церкви. Его свет символизирует свет даров Святого Духа. Престол и все, что находится на нем, свято. Прикасаться к нему могут лишь люди, рукоположенные в священный сан, епископы, священники или дьяконы. Первые шаги В завершении небольшое объявление в храме Спаса на Иру. Каждое воскресенье совершаются молебны о благополучии семьи и дедрождении. Начало молебнов в 15.30 совершает их священник Виталий Рыбаков. Председатель Центра охраны материнства и детства Рязанской епархии. На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова